О тенденциях. Самый интересный слайд, кто досмотрел, тот молодец. На протяжении 12 месяцев вы можете проследить, что происходило с рынком жилой недвижимости. В данном случае я взял социальное жилье, так как это самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в Украине, в том числе и в городе Киеве. График гистограмма перед вами. Один год исследования, 12 месяцев. Видим, что в июне 2022 года 1116 долларов за квадратный метр вторичный рынок социальное жилье. И уже в июне 2023 года 1083 доллара за квадратный метр. Это в целом, естественно, друзья, по городу. То есть это трудные такие данные, чтобы вы понимали, что происходит в целом с рынком жилой недвижимости. Мы видим, что снижение за 12 месяцев достигло всего лишь округлим до 3%. Вот я помню, когда в начале войны где-то 6 месяцев прошло, как риэлторы, находясь в иммиграции, рассказывали, что происходит с рынком недвижимости, что все пропало на 60% и так далее. Там рынок рухнет. Я на протяжении этих долгих лет, извините, на самом деле это соответствует действительности. На протяжении многих лет мы занимаемся исследованием рынка недвижимости. На протяжении последнего года, находясь в городе Киеве, рассказывал ежемесячно вам, что происходит с недвижимостью на циклах, в разрезе классификации. Итак, всего лишь на 3% за год подешевела или за 12 месяцев подешевела недвижимость официального жилья. Мы также готовим, видите, вот здесь индекс 0,970. Что такое индекс? Это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра во времени. Как он считается, друзья? Он считается достаточно просто. Вот это число или цифру 1 083 делим на 1116 и получаем вот этот отрицательный индекс. Напомню вам, что в рамках крупного проекта на протяжении больше, наверное, уже 5, может даже больше 6 лет, точно не считал, для крупных украинских банков и иностранных банков, которые работают в Украине, мы готовим эти индексы, причем по всему рынку недвижимости, не только по жилой недвижимости, о которой мы сейчас говорим. И вот это интересная очень работа и в рамках этого крупного проекта у меня есть возможность делиться с вами данной статистикой, что я с удовольствием и делаю. Друзья, ну...